Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовал новый батлпатс. Что он нам несет и кто что сможет получить. Итак, для ребят, которые не будут донатить, потому что не имеют возможности или просто принципиально не донатят в игру, в любом случае есть возможность поживиться халявой. Свободный опыт, серебро, экстрим, разного рода бустеры, аватары, камуфляжи и много-много другой всякой всячины. В частности, если вы дойдете до 60 левела, вы можете забрать 350 голды за верхнюю цепочку, что я лично считаю довольно неплохо. Что касается второго, что самое ценное есть, это безусловно свободный опыт и сертификатики на исследование техники. А нас, ребятушки, скоро ждет, между прочим, новая ветка. И для того, чтобы ее выкачать, я думаю, они будут очень-таки даже кстати. Что касается ребят, которые будут донатить ради того, чтобы получить больше голды, открыть сейфы, ну и скорее всего получить машину, то вы получаете голдишку, все то же самое, серебро, свободку, бустеры, но только уже в большем объеме. Короче говоря, все как обычно, все как всегда. Первый танк, который вы получаете, вы получаете средний танк М3 Ли. И честно говоря, от среднего танка у данной машины только название, потому что играется как ПТ, башни не имеет. И кому интересно, обзорчик есть у меня на канале, ссылочка будет вот здесь вот вверху всплывать. Поэтому переходите, посмотрите, как данная машинка играется. Что-то интересное и прикольное в ней, безусловно, есть. Что касается машины, которая ждет нас на 30 уровне. На 30 уровне у нас водрузили ветер, легкий танк 6 уровня. И честно говоря, ребят, я аналогов не нашел. Я посмотрел все легкие танки 6 левела и у меня есть подозрение, что данная машина это такое себе преддверие как раз новой ветки легких танков, которую мы ожидаем с вами. И которую, скорее всего, многие начнут качать. И по техническим характеристикам машина действительно меня улыбнула. Она улыбнула меня в позитивном плане. Мне очень понравилось орудие, которое имеет заявленные характеристики по времени перезарядки в 5.27. А значит, с помощью оборудки и амуниции можно будет улучшить и будет меньше 5 секунд на то, чтобы каждый раз выбрасывать по 150 единиц альфы. Я был очень сильно удивлен. Думал, что будет 140. Почему? Потому что средним танкам и даже некоторым тяжелым танкам из предыдущих батлпасов давали 160 единиц альфы. А значит, легкий танк, скорее всего, мог иметь где-то 130-140, но здесь целых 150. И уровень пробития в 138 единиц тоже заявленный довольно неплохой. И его тоже можно будет улучшить с помощью либо оборудки, либо амуниции. Ну, короче говоря, кто как себе что поставит. ДПМ заявленный в 1700 единиц. И это, в принципе, для легкого танка 6 уровня вполне себе даже нормальная цифра. Мне, честно говоря, нравится. Время сведения уже божественное. 2.8 меньше 3, а плюс еще улучшить. И того будет еще меньше. Вообще красота и разброс в целом, ребят, тоже терпимый. 0.364. Да, хотелось бы где-то в районе 0.320, но это уже, наверное, больше придирка. Что касается углов склонения, всего лишь минус 5. Но, как мы с вами знаем, некоторые вещи в данной игре невозможно заценивать исключительно по таблице. А значит, ребят, имеет смысл заценивать это исключительно в боях. К сожалению, я не имею возможности выкатить данный танк, потому что у меня элементарно данного танка нет. И меня никто не наделял пресс-аккаунтом, там где есть танки, выкатывай что хочу. Но мне данная машина показалась интересной. Хотя я легкие танки не люблю. Говорю это абсолютно откровенно. Что касается бронирования данной машины, я бы сказал, что броня по машинам слабенькая. Но это легкие танки. И ожидать от него чего-то удивительного, ну, было бы неправильным с моей стороны. Лоб 35 по башне, по лбу корпуса 30, борта еще меньше. Ну и корма вообще уходит корпус в 19, а корма башни в 20. Но я бы сказал, что в принципе одинаково. Поэтому я думаю, что это будет такой себе магнит для фугасниц. Соответственно, необходимо будет отыгрывать, как и на большинстве легких танков, более-менее осторожным. Что касается еще того, что мне действительно в машине понравилось, так это понравилась подвижность данной машины. Ребят, я считаю, что 400 лошадиных сил на 6 уровне для легкого танка и 63 километра максимальной скорости, это очень-очень бодренько. Именно этим машинка мне и понравилась. Что касается запаса прочности, ничего удивительного. 900 единиц в целом достаточно, в целом очень даже хорошо. Если вы пройдете дальше и дойдете до 55 уровня, я уверен, что те ребята, которые будут донатить ради того, чтобы получить прям все-все награды, явно пройдут полностью весь батл пасс, да еще и до последнего самого дальнего контейнера доберутся и хотя бы раз его откроют. То здесь, ребят, на 55 уровне вы получаете вот этот вот легендарный камуфляж, который делает машинку вот такого внешнего вида. И она мне очень-очень, ребят, сильно нравится своим внешним видом. Мне лично очень сильно заходит. Действительно классно постарались, красиво прорисовали. Здесь вопросов абсолютно никаких не имею. Периодически даже клыки светятся. Ну просто таким красота. Короче говоря, ребят, донатить, не донатить, безусловно, решать вам. Но от себя добавлю еще раз. Машина уникальная. Машина нестандартная. А значит, получить ее очень даже прикольно. И она настолько нестандартная, насколько может быть та, аналогов которой я лично в игре не смог найти. Если вы, ребят, за честные обзоры подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен. Проходите батл пасс, получайте награды, поживитесь халявой те, кто донатить не будут. И обязательно, обязательно посмотрите обзорчик на М3 Ли. Возможно, вы не захотите его продавать ради места в ангаре и совсем, совсем несущественной компенсации в голде. Что касается самого танчика Лим, то сейчас с вами посмотрим, за сколько данного товарища можно продать. Сугубо ради того, чтобы уж прям точно можно было подвести черту. Вы за него получите всего 100 голды. Я думаю, что лучше данную машинку оставить себе в коллекцию, чем поживиться сотней золота, которые вы можете получить за 2 дня просмотра рекламных видеороликов. А на данный момент, ребят, у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ребят, я стараюсь ради вас. Поддержите меня, пожалуйста, своими подписками и лайками. На данный момент у меня все. Если есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Ну и, как обычно, ребят, мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok